Синергия Это мои, собственно говоря, размышления по поводу сегодняшнего дня, сегодняшнего времени. Но тем не менее, вот как-то мир разрознен сейчас настолько, что это не может ни задевать, ни трогать, ни может какой-то болью отзываться. Меня всегда волнуют тема личностного женского какого-то ощущения, привыкать к самой себе такой-другой там сегодня. Мне это нравится. Зрители привлечет большой формат живописи, современный яркий художественный язык. Всего здесь около 70 работ. Идея синергии противопоставит гармонию мира искусства, неопределенности и хаоса мира материального, говорят кураторы выставки. Если у художника есть художественная воля, он как-то себя в этом смысле бережет, охраняет и порох сухим постоянно держит в художественной форме. Вот эта синергия, которая возникла от содружества художественных вот этих ребят, она какое-то время даст нам возможность еще просуществовать в этом холодном мире. Те, кто визуал, кто хочет зрелища красивого, живописного, те получат, конечно, здесь удовольствие. Синергия открыта до конца августа. Затем центральный выставочный зал до ноября закроется на небольшой ремонт. В лес, где живет Тенгу, лесной дух, в мир, населенный животными, птицами и растениями, приглашает пермская артрезиденция и мастера традиционной восточной живописи и каллиграфии Сергей Болховизин и Александр Морозов. В природе они находят основополагающие элементы мира. Здесь будет особенно интересно тем, кто увлечен культурой Японии и Китая и живописью суми-э, которая является одной из дзен-буддистских практик. На японском языке написано суми-э. Э-картина. Суми, иероглиф вода добавляется, читается как тушь. То есть картина, написанная тушью. Суми-э не секрет, что это живопись все-таки китайская. И в Китае называется как сей, свободная сеть письма. Это не пересмысление, это не копирование, это канон. К нам из Китая приходят готовые свитки, уже оформленные. А мы на этих голых свитках делаем, в свою очередь, работа. На каждой из работ выведены иероглифы, описания изображенного и подписи авторов. Рисунок Сергея Болховитина, каллиграфия Александра Морозова. Мастера знакомят зрителей с древней культурой. Здесь нет ярких красок, только лаконичная черно-белая графика. Она настраивает на покое и созерцание. Эта работа выполнена специально растертой тушью, мазками кисти на тонкой рисовой бумаге. Выставка не только художественная, но и образовательная. Она сделана совместно со школой номер 32, где ученики спортивного класса изучают каратэ Кио Кушенкай, каллиграфию и живопись. Для них в этом году выпустили специальное пособие по истории живописи Суми Э. Здесь есть также одна работа школьника Георгия Иванова, которая заняла первое место на городской выставке «Весенняя палитра».